Я уже училась на четвертом курсе в университете, когда пришло письмо из Харькова от тёти Ани, что она посылает нам в подарок баночку своего варенья. Мы, зрители, она посылает это со знакомой своего сына Жанны, которая, она надеется, очень понравится моему брату, которому уже, по мнению родственников, пора было жениться. И через несколько дней нам позвонила эта Жанна, сказала, что она привезла посылку. Посылка, конечно, была прикрытием, но неважно. Ей договорились, что они придут к нам в гости. Она сказала, что может прийти со своим двоюродным братом Юрой, который москвич, и она остановилась у них. Они действительно договорились в день, они пришли. И она очень симпатичная, и брат очень симпатичный. А у нас в гостях была Катя Гуревич, которая сейчас в Израиле, уже очень взрослая, имеющая детей и внуков, и которая была с мамой и папой в гостях. Поэтому она сейчас, когда к нам приходила, спросила меня, где сейчас Жанна. Я сказала, что след ее потерял, ничего не получилось. Они пришли, поговорили, поужинали, посмеялись, и они ушли. И больше Вовка никак не пореагировал на нее. И, в общем, ничего из этого не вышло. Хотя, через какое-то время она уехала в Харьков, а мне позвонил этот Юра и сказал, что он хочет со мной встретиться. Он учился на пятом курсе МИИТа. И первое, куда он меня пригласил, это у них был общий билет. Тогда это давали, были жуткие очереди. Монна Лиза приехала к Москве. И он с группой своей должны были все пойти в музей. Он сказал, что он возьмет меня, ну, чтобы я ни в коем случае ни с кем не разговаривала. Потому что они все дураки. Мне это не понравилось. Я как привыкла болтать со всеми. Особо дураков мне не встречалось. Ну, в назначенный день мы пошли. Действительно, он меня как-то держал подальше. Все посмотрели прекрасно. И начались общие встречи. Он приезжал. Мы гуляли по Москве. В общем, начался большой роман. Время шло. Все папе он нравился. Мне тоже он нравился. Мы в основном гуляли по Москве вечерами. Он приезжал после института. И мы гуляли по Москве. Ну, вот пришел такой день, когда он сказал, что тебя приглашают мои родители на ужин. Это уже было какое-то движение. Ну, в общем, я подготовилась, нарядилась. Тогда я была всегда очень нарядная. И в какой-то день мы поехали к ним домой. Они жили в сторону Бескудникова. Было строительство новых домов, в которых квартиры были двухэтажные. Я первый раз видела двухэтажную квартиру. Потом узнала от его родителей, что это они оплошали, что взяли такую квартиру, купили. И что это очень тяжело. Внизу была прихожая, ванная, кухня, туалет. А на втором этаже две спальни. Поэтому, если хотелось отдохнуть, мама его купила доску широкую. Ей сбили, вернее, из двух досок. Сделали матрас, и она его клала на ванну. И там лежала, отдыхала. Ну, вот настал вечер летнего дня. Мы поехали в гости. Приехали. Там еще бабушка, которая сразу начала разговор, что она очень ждет внуков. И папа очень радушно меня встретил. И когда сели за стол, то все время мне чего-то предлагал. Действительно, очень вкусное. Мама держалась очень нейтрально. Звали ее тоже Анна. И она за столом прямо рассказала, что очень плохая примета у евреев. Если в дому появляется человек с тем же именем, который уже есть в семье, значит, этот старший должен уйти. Это был намек, что я тоже Анна, и она Анна. Но как-то это прошло незамеченно. Дальше все было хорошо. Пока уже настал вечер, мы стали собираться домой. Он сказал, что он меня проводит. И в это время, как часто бывает в Москве, погода резко изменилась. Начался страшный дождь, ветер, упала температура. Я была одета в костюмчик из крепдышина вишневого цвета в белый горошек. Такой пиджачок, якобы, и юбочка. Очень красиво, но идти в такую погоду, конечно, было уже не очень. Он сказал, мама, дай мне что-нибудь одеть. Она промокнет, и холодно. Она сказала, ну возьми вот на вешалке моё пальто. Она маленькая тоже была, ну может быть, чуть-чуть повыше меня. Юра опрометчиво сказал, что нет, она такое не наденет. Мама сжала губы и сказала, ну тогда в шкафу моё новое пальто, которое я ещё ни разу не надевала. Я еле-еле отбилась, сказала, что не надо, вот уже светлее, вот уже лучше погода. И мы уехали. Прошло несколько дней, очередной раз звонит Юра, идём гулять. Мы пошли гулять, гуляли, гуляли, обнимались, целовались. И он говорит, я хочу тебе сказать честно, что я не смог тебя полюбить, и что нам надо расстаться. Явно это было сразу после гостей. Я пришла домой, потом многие дни плакала, рыдала, была очень расстроена. Папа мне всё время спрашивал, что случилось, я не рассказывала. Он говорил, это ты со своим характером что-то наделала. Ну, в общем, пока как-то это всё успокоилось. Тут, в общем, всякие знакомые, близкие стали меня, с кем-то, захотели меня с кем-то знакомить. И кто-то, я не помню кто, я не помню с кем, сказали, что у них есть молодой человек, который подходит, что он учитель математики, и что он очень хочет, они ему рассказали про меня, и он хочет со мной встретиться. Я уже не училась в университете, а работала первый год в каком-то научно-исследовательском институте, в котором потом проработала, даже не доработала год, и ушла уже в институт градостроительства. И, в общем, он позвонил мне по телефону, не помню даже, как его звали, и сказал, не хотите ли вы пойти в кино. А в это время в художественном шло Ромео и Джульетта со Скопцевой. Это был вообще бум жуткий, билеты достать было нельзя. И он позвонил и пригласил меня в кино. А моя сотрудница Наиль Степановна, которая уже была замужем, опытна, она меня в этих делах учила и учила. Она сказала, он спросит тебя, в чем я буду, в чем вы будете одеты, ты никогда не говори. потому что кинотеатр расположен с одной стороны Арбатской площади, а с другой стороны Арбатской площади была почта. А я дальнозорка, я вижу хорошо, она говорит, придешь туда, я пешком шла с Кропоткинской, придешь туда и посмотри, кто там стоит. Если тебе не понравится, так и не ходи, и все. А если понравится, то можешь перейти площадь и подойти к нему. Ну, был разговор, он спросил, в чем я буду одета, я сказал, по погоде. Потом спросила у него, он сказал, я буду в светлом плаще и с газетой в руках, все по классике. Вроде ничего. Я пошла, перешла площадь, подошла к нему, спросила, не меня ли вы ждете? Он сказал, если вас зовут Анна, то это я вас живу. Я сказала, да. И мы пошли в кино. Пока все это разбиралось, уже вот-вот начиналось кино. Поэтому места у нас были в середине какого-то ряда. И пришлось поднимать всех сидящих в этом ряду, чтобы пройти к своим местам. И как-то меня это все, я вздромнула, потому что все, кто поднимались, пропускали нас, очень внимательно на меня смотрели. Ну, посмотрели кино, всем очень понравилось. Потом он пошел меня провожать. А потом он сказал, проводил меня, сказал, что он позвонит, через день позвонил и сказал, что там были моя мама, папа, тетя какие-то. Ну, в общем, родня. И что я всем очень понравилась. Больше я с ним не встречалась, мне как-то это не хотелось. Потом откуда-то появился... Да, у нас была приходящая домработница Нина, которую посоветовала Марья Тимофеевна, Валяна бабушка. Она была повар третьего разряда, диет-зала, фабрики кухни какой-то. Во время войны она потеряла двух детей, от скарлатины умерли ее дети. Потом она очень это переживала, муж ушел на фронт, она осталась, работала на этой фабрике кухни. и ей сказали, что нам пойти в церковь и поцеловать, какую-то икону свою найти. В общем, она все это выучила, пошла, она очень красилась намазанным. И она с намазанными губами стала целовать там икону, подошел кто-то к ней из церковных, сказал, что-то не годится, нельзя так делать. Она сказала, я тогда больше не приду. Ушла. И, в общем, от нее я получила азы всей кулинарии. Все, что я умею, это, конечно, гораздо больше, чем она. Но все начало было от этой Анны Борисовны. Не, Нина, я бы неправильно сказала, она была Анна Борисовна. И было дело так. Она, во-первых, папа ее записал в ликбез при Домоуправлении, потому что она была абсолютно неграмотная. От своей фамилии Афонина она могла написать только три буквы. Афо. Папа отдал ее туда учиться, и она в те дни, когда приходила к нам, после нас ходила в Домоуправлении, там учили было очень много неграмотных такого возраста, как она. Ей было уже за сорок примерно. И она очень это тяжело ей давалось учебу, папа все время проверял ее, что они проходят, как ей помогать. Один раз он заболел, она сказала, Илья Зелькович, какая радость, что ты заболел, ты мне так помогаешь, дай Бог тебе здоровья. В общем, надо было написать фразу «Кипит работа у деда Захарки». Это была неприступная крепость. И, в общем, пока она научилась, не глядя в черновик, писать эту фразу без ошибок. Она уже была почти грамотная. Она уже могла написать Афонина, Анна Борисовна, все. И она очень долго, много лет к нам ходила, всегда вкусно варила, суп разливала сначала папе, потом Вовке, потом мне. Потом в доме появился Фред. И она поменяла свою тактику. Первую тарелку стала наливать ему. Папа спросил, в чем дело, почему я лишен первенства. Она сказала, Илья Зелькович, он такой худой, но надо его подкормить. Ну, папа не возражал. И, в общем, Фред у нас прижился, прижился в доме. Это уже потом я вам расскажу, как это все стало. Привел его ко мне Дима Желковский, который учился с ним в одной группе моей. Дима ухаживал за моей двоюродной сестрой Марой. И когда Мара сказала, что у нее есть двоюродная сестра такого же возраста, то Дима сказал, давай их познакомим с Фредом. Он же жил в общежитии, не в общежитии, снимал комнату, и у родни какой-то снимал. Все это было очень тяжело, не очень радостно. И Дима сказал, давай их познакомим, и мы с тобой будем родственники. в общем, в один прекрасный день стучат в дверь, а у нас дверь выходила прямо в подвале мы жили, дверь выходила прямо в коридор. И тут же мой диван, на котором я спала, я уже легла спать, лежу, и вдруг стучат, и Дима говорит, во, мы-то я приехал со своим другом. Я говорю, ты что, я уже лежу, нет, никого не пускай. А Дима сказал, Анюта, он хочет пригласить тебя в театр. Я говорю, хорошо, пусть завтра позвонит. Ну, и с этого начались встречи. Все было, а Дима уехал отдыхать на Кавказ, там встретил Ноночку, женился на ней, так что планы совсем поменялись. Фред ухаживание за мной было какое-то такое очень медленное, потому что он часто уезжал в командировки на всякие разборки, то в Новосибирск месяцами, то еще в Иркутск. И, в общем, потом приезжал, потом у него была какая-то девушка, потом опять возвращался. Ну, в общем, все так ни шатко, ни валко. А в это время у меня откуда-то, не знаю откуда, появился молодой человек Боря, не помню фамилию, ничего не помню, который был очень большой сионист в те времена. И когда он приходил за мной звать меня куда-то на свидание, то он всегда говорил, сегодня мы пойдем на матч смыслов-ботвинник. Но мне это все равно, что ничего, я это ничего не понимала и спросила его, за кого я должна болеть. Он сказал, глупый вопрос, потому что мы евреи, конечно, за ботвинник. Ну, я не очень это приняла, не обиделась. В общем, он продолжал приходить. Когда он приходил, мы пили чай, и папа всегда уходил гулять в это время. Один раз, это было не очень много раз, один раз мы ушли, папа ушел гулять, мы сидим дома, пьем чай, в это время звонок. И звонит Фред из Новосибирска. После долгого, долгого вообще отсутствия. И говорит, ребенок, я так соскучился, ну, все, что говорят в таких случаях. Мне этот Боря сидит прямо в моей руке. Мне оказалось, что я говорю очень нейтрально. Совершенно. Ну, приезжаешь, ну, хорошо. приезжаю, все. Ну, в общем, наверное, было это не так. Долго-долго потом я сказала, что я вообще сейчас не могу. И мы перестали разговаривать. Боря допил свой чай. Я спросила, когда ты он стал одеваться. Я говорю, когда ты в следующий раз придешь? Он сказал, никогда. И больше я его не веду. Ну, приехал фред. И тоже, в общем, как-то все это клело. Клело. И папа мне купил путевку. Я уже работала в горславпроекте. Уже была научный сотрудник. И папа мне купил билеты в архипосиповку это под Геленджиком. На турбазу. Я поехала туда. Первый раз в жизни одна. Там было замечательно. Потому что все это было организовано. Жили в палатках и молодые люди, девушки, хорошая компания. Вечерами кино. И кино было на улице. И в общем у меня завелся там кавалер, который всем был на зависть. Он был старше сильно и работник МИДа. Он уже побывал за границей, знал английский язык, ходил в джинсах один. Никто не знал, что такое джинсы еще. И рассказывал всем всякие американские кинофильмы. Вечером в кино на улице показывали фильмы. Он всегда брал одеялом, меня укрывал. Ну, в общем, начался подобие романа. Но я все это головой поменимала, что это совсем не мое. и однажды в выходной день или суббота в центре этой площади такой общей турбазы останавливается Победа. Из двух сторон выходят два молодых человека из двух дверей и одевают типа кроссовок. Тогда это было. Один из них это Фред. Другого я не знаю. я подошла к ним. Они уже соединились, одели кроссовки, соединились. Я подошла к нему и сказала, мы, кажется, знакомы. Он сказал, а, деточка, добрый день, здравствуй, как я по тебе соскочился, надо, начал заливать. И, в общем, сказал этому своему напарнику, Муся, познакомься. А сам забыл, как меня зовут. Муся протянул руку, я сказала, Аня. И, в общем, они меня не отпускали. Оказывается, они ехали из Гагра, оставив там Мусину любимую, и ехали в Москву. Заехали сюда пообедать, переночевать, ну, как туристы. И, в общем, прекрасно провели время, вечером, пошли в столовую, там, мне Муся очень понравился, очень, это была его победа. Потом они стали уезжать, и у меня оставалось еще почти неделя, и они стали уговаривать меня с ними уехать в Москву. Ну, это было очень заманчиво, очень. На машине, и, в общем, с таким молодым человеком я уже смотрела в Мусину сторону, хотя ничего не знала, что там нечего, никаких надежд. Ну, и, в общем, они уехали, и этот вот Валерий Борисович меня потом вечером спросил, где ваши залетные ухажеры. Я сказала, ваше уехали. И потом уже было купание, еда. В общем, я приехала в Москву, и Вовка мне сказал, все время звонит какой-то мужик с иностранным именем. я поняла, что это Фред. Ну, и начался уже большой роман. В какой-то момент, роман романом, в какой-то момент дело уже шло к тому, чтобы меня звать замуж, а он помалкивает, потом повез меня, сказал, поедем познакомиться с моими родителями. Это Вачахова. Я сказала, э, нет, я уже один раз ездила знакомиться с родителями. Когда буду выходить замуж, тогда и познакомлюсь. Ну, в общем, потом подали заявление в ЗАГС, Муся нас повез на своей победе, и там была знакомая, которая оформляла это все. В общем, нас без очереди расписались, и прямо перед этим мы поехали к его родителям, и все им сказали. Папа был очень признателен, Фреду очень его все полюбили, и Анна Борисовна стала ему первому наливать суп. В общем, папа мне сказал, что я оплачиваю твою свадьбу в гостинице «Россия», в ресторане наверху, на Арбатской площади. Когда сказали это Фреду родителям, папа был старый большевик, бундовец, и он сказал, не для этого мы делали революцию, чтобы ходить по ресторану. Мы не пойдем. Пришлось устраивать свадьбу в подвале, где мы жили. И я с Анной Борисовной все готовила для этой свадьбы. Еще одно продолжение. У нас дверь, это был глубокий-глубокий подвал, служебная площадь папина, которая дверь выходила прямо в коридор на лестничную площадку. И вторая дверь была какая-то простая семья из Кунцева, которые все время скидывали эти, разрушали эти частные дома, и было большое строительство. У них было два или три сына. Один сын старший вроде бы как-то мне симпатизировал, но это было непонятно. Он даже один раз меня приглашал в кино. На этом дело закончилось, никуда мы не ходили. Его взяли в армию. Это был 1957 год. Он попал в Венгрию, а в это время Россия, Советский Союз напал на Венгрию, и его там убили. И когда была моя свадьба в подвале, то вот этот их отец позвал Вовку, моего брата, и стал говорить, что он герой России, но никакой он не герой, что он меня так любил, а я его предала, и вот теперь все виноваты, вы такие сякие, и в общем полез драться. Но Вовка занимался самбал в это время, в общем, он этого старика как-то отводил, и свадьба прошла хорошо и весело. А потом 57 лет вместе, и потом двое детей, и дальше вы сами все знаете. Пока. Все, Витя, выключай. Витя, Витя, вот тут где-то он нажимает. Продолжение следует...